МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно исследователи боснийских пирамид заявили о загадочном происшествии. Группа физиков зафиксировала мощный энергетический поток, исходящий от вершины горы Височица и направленный прямо в небо. Его радиус составлял приблизительно 4,5 метра, а частота превышала 28 килогерц. Казалось, что внутри спрятана мощная энергетическая установка. Загадочно не только происхождение луча, но и его природа. В отличие от обычного, боснийский луч становился более мощным по мере удаления от горы. Но что могло породить этот энергопоток? Что там находится внутри? Еще 7 лет назад все считали Височицу обычной горой на Балканах, поросшей лесом. Пока доктор социологии Университета Сараева, археолог Семир Османагич, долго изучавший пирамиды Южной Америки, не предположил, что это тоже гигантская пирамида. Он начал раскопки, и оказалось, что гора действительно обложена искусственными блоками. Более того, именитые египтологи выяснили, что эти плиты отлиты из бетона, состав которого сильно отличается от современного. Аэрофотосъемка показала, что стороны горы являются идеально прямыми и образуют равные углы. А под ней археологи нашли рукотворные лабиринты. Гору Височица назвали пирамидой Солнца. По аналогии с крупнейшей мексиканской, чья вершина тоже усечена. Но боснийская пирамида больше ее, и даже в два раза выше пирамиды Хеопса в Египте. Позднее рядом были найдены еще несколько вершин, имеющих характерную форму пирамид. Их изучение позволило заявить, что эти объекты старше 40 тысяч лет. Но самая непостижимая тайна кроется под этими пирамидами. В лабиринтах нет ни останков животных, ни грибов, ни бактерий. Они абсолютно сухие и мертвые. Возможно, это свидетельство взрыва, техногенной аварии, которая нарушила работу комплекса пирамид и заставила таинственную древнюю цивилизацию покинуть эти края. Но что там могло произойти? И для чего на самом деле служили пирамиды? 27 июня 1908 года профессор Кильского университета Вебер тестировал аппаратуру для измерения магнитного поля Земли. Каждые три минуты стрелка прибора отклонялась на несколько градусов. Казалось, кто-то подносит к прибору невидимый, но мощный магнит. Проверка показала, что аппаратура исправна. Назавтра, ровно в то же время, стрелка компаса вновь пришла в движение. Создавалось впечатление, что неведомая сила вторгается в электромагнитное поле планеты, меняя направление магнитных полюсов. Это все было незадолго до Тунгусского взрыва. Перед взрывом, значит, это колебания стрелки у Вебера пропали. Вебер написал научную статью, она опубликована в журнале Nature, это крупнейший английский журнал физический, так сказать, мирового уровня. Доктор физико-математических наук Борис Родионов считает, что магнитное поле Земли подверглось мощному воздействию из-за опытов Николы Теслы. Именно в тот момент гениальный ученый настраивал мощную электромагнитную аппаратуру в своей башне-лаборатории в Оргенкле. Эта башня, она была где-то метров 60 высотой, на верхушке у нее стояла такая типа короны металлической, для того, чтобы с помощью высоковольтных разрядов можно было связать эту башню с ионосферой. Башня-лаборатория была построена на деньги миллионера Джона Моргана. Он рассчитывал, что Тесла создаст систему беспроводного телеграфа, которая свяжет Америку с Европой. Однако сам изобретатель вынашивал более амбициозные планы. Его целью было открытие способа беспроводной передачи энергии. У него лампочки около его башни, у генератора, они светились вообще просто ни к чему не присоединенные. А вот если там метров за 200, за километр, лампочку надо было воткнуть в землю, в пруток, подключить лампочку к проводнику. То есть там как бы, ну чем дальше от башни, тем надо более тщательно сделать контакт, чтобы все светилось. Но он сказал, что в любой точке земного шара вы можете воткнуть в землю проводник, там какие-то определенные надо схемы собрать, и будет лампочка светиться в любой точке земного шара. Лампочки, которые светились, стоило их только воткнуть в землю, производили большое впечатление на публику. Но вскоре Тесла устроил более грандиозный эксперимент, который вызвал настоящий шок у американцев. Он пригласил журналистов, и при большом стечении, значит, народа, продемонстрировал свечение неба на громадной территории. Он его вызвал с помощью своей башни, значит, возникали разряды, такие всполохи разрядов, искры сыпались, как говорят, пишут журналисты, там чуть ли не из-под земли. Но самое интересное, что он заставил светиться небо на все пространство, которое видел глаз. Вскоре Никола Тесла заявил, что собирается зажечь небо над всей Арктикой, чтобы осветить путь путешественнику Роберту Пири, который намеревался покорить Северный полюс. В конце 1907 года Тесла несколько раз посетил библиотеку Конгресса США, где тщательно изучил карты северных территорий. Однако маршрут экспедиции Пири проходил вовсе не там. А он, надо сказать, известно, что там брал в библиотеке Конгресса карты Сибири, книги, там детально изучал, что называется, глобус наш. Вот. И они выбрали место, которое, ну, достаточно удалено от цивилизации. Это не совсем северная часть Красноярского края, а где-то середина, ну, километров 700, севернее Байкала, вот так скажем. Вот это подкаменная Тунгуска, там река. По мнению профессора Родионова, Никола Тесла предполагал, что энергия с башни Ворденклиф может не только зажечь небо над Арктикой. Она способна вызвать страшное разрушение в противоположной точке земного шара. Поэтому Тесла искал наиболее безлюдное место на территории Российской империи, куда бы мог быть направлен энергетический удар. Мало того, царское правительство, видимо, тоже было предупреждено, что мы вот сейчас попробуем вот такое явление воспроизвести, взрывное, мощное. Потому что туда была послана экспедиция, которой руководил член географического общества России Макаренко, некто. И она ушла из этой тайги, вот из места, где был взрыв, буквально накануне взрыва. Судя по всему, заявление Николы Теслы об освещении неба над Арктикой ради экспедиции Пири было намеренной дезинформацией. Ученый знал, что поток энергии из башни Ворденклиф в любом случае вызовет цветовые феномены. Попытку передачи энергии нельзя будет скрыть. А вот как поведет себя энергетический поток на таком расстоянии, потеряет ли свою мощь или сохранит первоначальный импульс, было неясно без практического эксперимента. Он сказал, что я могу передать любое количество энергии в любую точку земного шара без проводов. Ну, иначе мог в Тунгуску тоже передать. Но сделал он это на самом деле или нет, это вот... Две точки зрения существует. Одна, что он сделал, а вторая, говорит, что это был такой же взрыв метеорита, как и вот на Челябинском последний раз. Удался ли эксперимент? Почему он совпал по времени с Тунгусским феноменом? Ученые до сих пор спорят. Как бы то ни было, хроники Тунгусского взрыва гласят, что незадолго до катастрофы многие замечали в небе странное свечение и другие аномальные явления. Там летали болиды какие-то непонятные по небу, причем все летели из разных мест в одну точку. И какие-то, значит, шары там, и землетрясения возникали. Я думаю, что вот эта мантийная энергия, которая была связана с колебаниями темной материи, вызванными именно деятельностью Теслы, она и привела к тому вот множеству и взрывов отдельных, и явлений таинственных, которые до сих пор изучают. Взрыв в районе подкаменной Тунгуски высвободил энергию минимум в 50 мегатонн. Это соответствует силе самой мощной водородной бомбы. Однако эту энергию не могли выработать генераторы башни Ворденклиф. Тесла просто не обладал аппаратурой подобной мощности. Но те, кто уверен, что его опыт удался, объясняют, откуда взялась эта энергия. По их версии, энергопоток активизировал древний подземный вулкан, о существовании которого никто не знал. Этот палеовулкан был открыт только в 70-х годах прошлого столетия нашим российским геологом Сафроновым. До этого считали, что там никакого вулкана нет. А теперь мы знаем, что там был крупнейший, самый активный в мире, где-то 200 миллионов лет назад, по-моему, палеовулкан. Ну, вулкан, по существу. Который уже давно, конечно, не извергался, ничего, но, видимо, энергия там соответствующая, мантийная, есть. И поэтому вот такого рода серию явлений можно было вызвать. Следующий эпизод еще больше приблизит нас к разгадке. Весна 1915 года. Мировая война идет второй год. Но ни одна из сторон все еще не имеет преимущества. Немецкое командование решает обеспечить себе победу над силами Антанты с помощью секретных военных разработок. 22 апреля на позиции британских войск были выпущены десятки тонн ядовитого хлора. Тысячи англичан погибли в ужасных мучениях. Остальные в панике бежали. Новая технология обеспечила победу. Через несколько месяцев в битве при крепости Верден немцы опробовали новое оружие. Огнеметы и особые скорострельные пулеметы, установленные на самолетах. И вновь англичане понесли ужасные потери. Около 750 тысяч человек. Немцы изобретали все новые страшные орудия смерти. Но что на это могла ответить Россия и другие страны Антанты? В начале века, если вы почитаете тогдашние газеты, тогда только ленивый не писал о взрывах на расстоянии. Что можно вызвать взрывы на расстоянии. Что такое супероружие. Именно в тот период в европейской прессе появляется информация о секретном оружии, которое якобы разрабатывают ученые стран Антанты. Оно основано на изобретении русского ученого Михаила Филиппова. Предполагалось, что благодаря излучателям Филиппов можно взрывать дистанционно любой объект, имеющий на своем борту хоть небольшое наличие пороховых взрывчатых веществ. То есть, иными словами, гражданские пароходы, суда и транспортные средства, равно как и гражданских людей, эта система никак не могла затронуть и являлась полностью безопасной, представляя угрозу только для людей вооруженных. Газеты утверждали, что вскоре сеть излучателей Филиппова окутает границы стран Антанты, и это помешает немцам продолжить наступление. Эта система ставила полный крест на даже мысленные попытки пересечь границы государства, неважно, целой армаде бомбардировщиков или единичному самолету-разведчику, целому полщищу танков или одному-единственному танку, в любом случае, попадая под излучение этого устройства, порох внутри капсулей, внутри снарядов, внутри авиабомб, внутри танковых зарядов непременно бы взрывался, разнося на щепки и своих владельцев. Журналисты не вдавались в технические подробности устройства излучателей Филиппова, однако с готовностью описывали применение аппаратуры, которая должна положить конец кровавой боймы. Но Первая мировая завершилась лишь в 1918 году. Ее финал никак не связан с изобретениями Филиппова. Стали говорить, что газетная шумиха вокруг нового вида оружия не более чем умелая дезинформация. Она затевалась с целью поднять боевой дух среди солдат и населения стран Антанка. Но была еще одна цель этой информационной игры. Это был очередной прожект, и, как говорят скептики, не более чем рекламный трюк, или, возможно, трюк нашей разведки, который умело вводил за нас немецкую разведку. Однако недавние открытия ученых заставили по-новому посмотреть на историю с излучателем Филиппова. Подтвердилось, что сам изобретатель и популяризатор науки Михаил Филиппов действительно этим занимался. Замечательный был популяризатор науки и всего связанного с наукой, то есть технологией, всевозможным. И вот ему приписывается и по дневникам, судя, это, наверное, так и есть, вот то, что он научился тоже вызывать взрывы на расстоянии. На самом деле, передача силы взрыва на расстоянии была частным случаем проблемы, которую хотел решить Филиппов. Это был именно поиск способа беспроводной передачи энергии. Свои первые эксперименты он начал еще в конце 19 века. Согласно дневникам ученого, ему несколько раз удалось передать энергию без проводов на расстояние в десятки километров. Филиппов включал генератор в своей квартире в центре Петербурга. Энергия этого аппарата каким-то образом зажигала лампочки, установленные в царском селе. В 1903 году Михаил Филиппов планировал начать серию экспериментов по передаче энергии взрыва на расстояние. Перед этим он отправил в адрес газеты «Русские ведомости» письмо, где описал основные принципы своего изобретения. Из письма Михаила Филиппова способ изумительно прост и дешев. Взрывная волна полностью передастся вдоль несущей электромагнитной волны. При таком ведении войны война фактически становится безумием и должна быть упразднена. Подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук. Однако Филиппову не удалось поведать миру о своем изобретении. На следующий день после отправки этого письма он погиб при весьма странных обстоятельствах. Филиппов был одним из них. Из людей, которые могли, видимо, вызывать взрывы на расстоянии. Потому что, понимаете, я бы не верил в это. Я считал, что это чушь собачья. Но и человека убили. И убили тоже при очень странных обстоятельствах. И убили перед тем, как он обещал, значит, он там близким говорил, что он опубликует статью и письмо кому-то пошлет. В общем, раскроет какие-то свои сектайны. И вот тут он был убит. Остается только догадываться, кому могло помешать изобретение Филиппова. Не до конца ясен и физический принцип, положенный в его основу. Но даже на основе скудной информации ясно, что этот излучатель был опасен не только для объектов, которые содержали в себе взрывчатые вещества. Однако именно они были особо восприимчивы к разрушительным вибрациям созданной волны. Можно было взорвать в лаборатории всего несколько граммов пороха или тротила. А энергия этого взрыва могла бы за тысячи километров уничтожить военный линкор, несущий на своем борту тонну взрывчатых веществ. Изобретатель считал, у каждого предмета, у каждого вещества, в том числе и у пороха, и у всех взрывчатых веществ, есть свои собственные резонансы, резонансные частоты, что, в общем-то, принципиально не противоречит имеющимся знаниям о микромире. След этой технологии снова всплыл более четверти века спустя. 1937 год. Глеб Бокий, когда-то всесильный начальник спецотдела НКВД, сам оказался в камере Лубенки по обвинению в подготовке покушения на Сталина. Бокий признается следователем, что готовил его на основе особой технологии, которую разработал ученый Александр Барченко. Из стенограммы допроса Глеба Бокия. Наводя нас на мысль о терроре, Барченко говорил, что его исследования в случае успеха дадут нам в руки могучую взрывную силу. И приводил в пример аналогичные работы капицы, которые якобы позволят ему взорвать кремль. Полагая, что успех исследований Барченко действительно может дать нам в руки могучее средство, в том числе взорвать кремль, мы оборудовали для Барченко спецлабораторию, где он с сотрудником нашего 9-го отдела главного управления госбезопасности Гопиусом производил свои опыты. Спустя пару дней после этого признания Глеба Бокия чекисты задержали и самого Александра Барченко. Но ведь этот ученый был психиатром. Как он мог изобрести принципиально новый вид оружия? Согласно его собственным показаниям, он прошел обучение у тибетских ламп, которые посещали Петербург и передали ему основы знаний некой тайной науки Дюнхор. То есть это вот комплекс знаний, которыми обладали древние люди, но не те древние люди, как мы представляем о себе. А вот считалось, что до нашей цивилизации, которая существует 5 с лишним тысяч лет, существовала какая-то другая цивилизация, допотопная, то есть допотопа. И что вот эта цивилизация обладала каким-то совершенно необыкновенным знанием. Согласно учению Дюнхор, все тайные науки были поделены на две группы. В первую группу входила философия и мистические практики для духовного просветления. Эти знания были сокрыты в горной стране Шамбале. Вторая группа дисциплин учила человека, как подчинить силы природы и достигнуть могущества богов. Эти секреты были сокрыты в подземной обители богов Агарте. Можно истолковать это как образ такой некой специфичной, демонической, технократической такой цивилизации, которая использует специфичные технологии, оккультные и всевозможные другие технологии, которые все-таки носят выраженный демонический характер. Александр Барченко был уверен, что Шамбала и Агарте – это не выдумки мистиков, а значит, вполне реально вступить в контакт с их представителями. Но его и спецотдел Бокия также интересовали военные технологии. И прежде всего, передача энергии взрыва на расстояние, а также новые источники энергии. Экспедиция в район Тибета в поисках Шамбалы все же состоялась, но без самого ее идейного вдохновителя Александра Барченко. Отказался Барченко участвовать в этой экспедиции в самый последний момент, когда к нему прикомандировали в качестве политкомиссара Якова Блюнкина. Вот, так сказать, известный такой персонаж, тоже сотрудник АГПУ, который убил немецкого посла, по-моему, Мирбаха в 19-м году. И для Барченко работать с таким человеком, идти с ним вместе в заповедную, чистую землю Шамбалы, там в Тибет, куда-то еще, это было просто невозможно. Согласно архивным данным, и из этой экспедиции Яков Блюнкин вернулся не с пустыми руками. В этих документах упоминаются некие подземные помещения под королевской резиденцией в Потале. Далее в этих протоколах упоминается, опять-таки, уже известная в широкой прессе концепция о антарктических неких базах древних цивилизаций. Блюнкин упоминал также о том, что тибетские ламы показывали ему пещеру, где хранится так называемый камень Шантамани. Его энергия может осветить целую страну, а в случае вторжения способна уничтожить неприятельскую армию при помощи таинственных энергетических лучей. Глеб Бокий начал подготовку новой экспедиции, но тут начальник спецотдела и его соратники были арестованы по обвинению в антисоветском заговоре и расстреляны. Нет сведений, что по окончании Второй мировой спецслужбы проявляли интерес к поискам секретов древних цивилизаций. Атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, показали, что цепная реакция радиоактивного вещества и есть источник бесконечной энергии, а также оружия невероятной разрушительной силы. Сегодня многие ученые считают, что человечество рано отказалось от поисков древних знаний. Ведь атомная энергетика тупиковый путь развития технологий, опасный и не очень эффективный. Авиационный инженер Александр Махов уверен, что легендарные цивилизации Гипербореи Атлантида действительно существовали. Их расцвет и объясняется тем, что древним ученым удалось открыть источник энергии более мощной, чем ядерная реакция. Все цвело, все благоухало, все процветало, потому что была энергия. Ну, вот так распорядилась судьба, что и Гиперборея ушла под воду, и вот эта станция, как и станция Атлантов, находится сегодня под водой. По мнению Александра Махова, Атлантам и Гиперборейцам удалось также научиться передавать энергию без проводов. Это решало многие технические проблемы, с которыми сталкивается наша цивилизация. Самый выдающийся пример беспроводного использования энергии, это демонстрировали Атланты. Они на своем острове, материке, поставили центральную станцию, и эта станция, она своей энергией воздействовала на окружающие воды. Их корабли могли плавать на приличное расстояние, на несколько сот миль, без использования какой-либо энергии. Ни топлива не требовалось, ни паровсан нужно было ставить, ни весла. Электрическая энергия, передающаяся на многие километры через водную среду. Многим это покажется чистой фантастикой. Однако российские ученые Олег Рощин и Леонид Юферев доказали, что это возможно. И даже построили действующую модель. Этот стенд показывающий передачу электрической энергии по одному проводу. В данном случае вода, преобразователь, с него один провод включен в воду, и катер, у которого один провод берет энергию из воды и плавает по кругу. Вот, пожалуйста. аналогичным образом энергию для движения получает и модель автомобиля. Это модель автодороги, по которой ездят электромобили и получают электроэнергию из поверхности дороги. Вот мы включаем преобразователь напряжения, по одному проводу пошла электроэнергия под дорогу, дальше автомобиль с помощью приемника ее ловит, ну и ездит соответственно. Если выключить преобразователь, то все автомобили, у которых нет аккумуляторов, тут же остановятся. на первый взгляд принцип действия этого экспериментального автомобильчика аналогичен тому, что используется в троллейбусах и трамваях. Однако на самом деле это не так. Автомобиль получает энергию только от одного провода, который проложен под трассой. Аналогичная ситуация с кораблем. Только в качестве токопроводящего кабеля используется сама вода. На первый взгляд это противоречит всем законам физики. Ведь даже школьнику известно, что для движения электрического тока необходимы по крайней мере два провода. Те, кто понимает электричество, хотя бы чуть-чуть понимают, что ток там должен выйти от нагрузки, от генератора, пройти по проводам, через нагрузку и по другому проводу вернуться к генератору. То есть есть плюс-минус и ток выходит и возвращается к генератору. Чтобы обеспечить подобную схему электроснабжения, энергетические компании вынуждены строить гигантские лениллы. Они идут от станции к потребителю и возвращают ток обратно. Эта стандартная схема имеет большие изъяны. Металлический проводник нагревается и теряет мощность. Это явление физики называют джоули-потерями. все фирмы мира выделяют миллиарды долларов на сверхпроводимость. Они борются вот с этими джоули-потерями от активного тока в замкнутой цепи. А Тесла сказал, зачем бороться с джоули-потерями, когда можно изменить природу электричества. То есть чтобы не было замкнутой цепи, чтобы не было активного тока. Академик Дмитрий Стрибков решил продолжить дело Теслы и предложил новую схему электроснабжения, на которую в ближайшем будущем возможно перейдет весь мир. Тесла сто лет назад уже писал, что я показал, что на самом деле электричество идет по одному проводу и без возврата к генератору. Ну, так же, как луч лазера идет или световой луч от Солнца идет в одну сторону он уже не возвращается к Солнцу назад и назад к лазеру. То есть это светая тоже электромагнитная волна, только более высокой частоты. Первые же эксперименты во вне электрификации сельского хозяйства, которыми руководит академик Стрибков, привели к ошеломляющим результатам. Вот в этой катушке намотаны линии электропередачи длиной 2 километра. Через 2 километра теряется примерно 1 процент, в отличие от стандартной системы 50-герцовой, где бы потерялось процентов 30-40 на таком расстоянии. Оказывается, если электричество движется по одному проводу, потери в десятки раз меньше. Огромную энергию можно передавать по тоненькой проволоке, которая бы при обычном методе просто расплавилась или даже испарилась. Даже слух в том, что мы как бы разобрались, что делал Тесла и попытались пойти дальше, учитывая опыт современной техники. Нам это удалось. То есть мы у нас есть потенция, придем энергию, например, по трубам с водой, то есть по водопроводным трубам. Возможно, подобные технологии использовали древние цивилизации, которые достигли удивительного могущества. Но если с кораблями Атлантов, которые брали энергию из воды теперь все ясно, то как объяснить другие технические диковинки древних изобретателей? В пределах может быть 100 метров, 150, до таких высот летательные аппараты Атлантов спокойно тоже летали вот на этом же самом энергетическом пятне, где доставала их станция. В начале 90-х аэрокосмический инженер Вадим Чернобров предложил революционную схему нового летательного аппарата. Если обычная ракета приходит в движение благодаря истечению из сопла горячих газов, то в космолете Черноброва роль двигателя играло особое электромагнитное поле. Это электромагнитные движители, способные создавать тягу как в условиях воздуха, так и в условиях вакуума. То есть такие универсальные движители, то есть в принципе это то, что возможно то же самое, о чем грезили или грезят любители уфологии, наблюдая за летающими тарелками и гадающие на основе чего летают эти летательные аппараты. По расчетам электромагнитный космолет способен выполнять маневры невозможные для обычных летательных аппаратов. Это аппарат размером в полсотни метров с грузоподъемностью превышающей возможности современных шаттлов, позволяющий с помощью одной ступени выводить в космос грузы весом в десятки тонн и спускать их с орбиты, имеющие в качестве движителя электромагнитную рабочую поверхность. мы столкнулись с очень многочисленными техническими сложностями, главной из которых был недостаток электрической мощности. Если в обычной ракете главный источник энергии химическое топливо, то для нового космолета это должно быть электричество. Подходящих для этого источников энергии только два аккумуляторы или генератор. Предварительные расчеты показали, что аккумуляторы не способны обеспечить необходимое количество энергии. Выбор пал на генератор. Имея ядерную электростанцию мощностью в несколько гигаватт на борту, можно было создавать такую подъемную силу на рабочих электромагнитных плоскостях, которая была способна обезвесить эту конструкцию весом порядка 200-300 тонн, то есть это вес современного авиалайнера. Атомная электростанция на борту корабля? Возможно, кому-то это покажется фантастикой. Однако атомные генераторы на советских спутниках появились еще в 1965 году. Применялись двигатели для того, чтобы питать спутники. И двигатели, так называемые ионные двигатели на основе ядерных установок. Портативная атомная станция действительно была способна обеспечить аппаратуру передвижения в космосе или старт с небольших планет со слабой гравитацией. Но, поскольку изначально ставилась задача взлететь на этом аппарате с поверхности Земли, необходимо увеличить мощность энергопотребления минимум в три раза. То есть при тех габаритах и при тех весовых ограничениях поставить туда три ядерные электростанции мы не могли. И было для того, чтобы обойти вот этот сложный момент, было решено найти компромиссное решение. Вадим Чернобров предложил интересное решение этой проблемы. Необходимые для взлета космолета энергоустановки должны будут находиться на Земле, а энергия от них станет поступать в двигатель космолета напрямую через воздух. Все видели, какое бывает энергопотребление, энергопередача при ударе молнии. Вот примерно такой же удар молнии можно передать либо по лазерному лучу, либо по лучу с каким-то микроволновым излучением. Как предполагает изобретатель, взлет подобного аппарата выглядел бы очень эффектно. Дело осталось за малым. Найти способ передачи энергии в двигатель. Аппарат бы взлетал посредством частично собственных сил, собственной энергии, но на две трети получая эту энергию через каналы мощные каналы бушующих молний, с аппарата бы в сторону мишеней светили бы два мощных лазера, лазерные лучи попадали бы на мишени, которым было бы подведено мощное напряжение. Взлет, сопровождающийся громом и молнией. Именно так в древних легендах описывается передвижение богов по небу в огненных колесницах. Огненные колесницы поэтому описываются и у многих других народов. На огненной колеснице запряженной четырьмя огненными драконами летала волшебница Медея. На огненных колесницах запряженных драконами спустились в древнем Китае первые императоры Китая такие как Фуси в Хуанзи. Возможно летательные аппараты древних цивилизаций использовали такой же принцип энергию которая передавалась по плазменному каналу в воздухе. Но что за электростанции могли обеспечить энергию для этого? На что они могли быть похожи? Изучая различные помещения в Великой пирамиде Хеопса я пришел к выводу о том что она вырабатывает электромагнитную энергию. По мнению инженера Кристоферодана электростанциями древних были пирамиды. Но где же они брали энергию? Для выработки тока вполне подходит сейсмическая энергия Земли. Поэтому пирамидальные электростанции древности чаще всего строились на георазломах. Для пирамид сейсмоактивность такой же вид энергии как для гидроэлектростанций вода. Возможно у пирамид в разных уголках земного шара могут быть другие функции чем у Великой пирамиды. Но все они использовались для гармонизации земных плит для снижения концентрации напряжений. По-моему русские ученые занимаются изучением этого вопроса. Нам удалось разыскать одного из этих ученых. Академик Олег Хаврошкин уже несколько десятилетий изучает загадки пирамид. Исследователи иногда фотографируют или делают киносъемку они замечали такой луч какой-то так который шел перпендикулярно с вершины пирамиды. Но каким образом пирамиды могли преобразовать сейсмоактивность в электричество? Что образует этот загадочный луч который фиксирует приборы над пирамидами во всем мире? По одной из версий этот луч создает газ радон который исходит из недр пирамиды. Радон начинает взаимодействие с воздухом с кислородом воздухом он начинает и вообще он быстро распадается на составляющую радиоактивный газ то он порождает массу ионов и когда вот он идет по массиву внутри он меньше взаимодействует а на вершине естественно он уже в виде такой струйки как бы начинает и эта струйка содержит большую концентрацию вьем ионы это один или несколько атомов вещества имеющие положительный или отрицательный электрический заряд вот тут мы как раз и подходим к технологии беспроводной передачи потому что заряженные частицы это не только электроны это и положительно заряженные ионы то есть любая частица которая имеет заряд грубо говоря отсколочек атома от которого отвалились электроны это тоже в принципе создает электрический тур ионный канал невидимый глазу проводник способный передавать энергию на любое расстояние но откуда берется сама энергия в пирамиде все дело в материале постройки внешние каменные блоки пирамиды Хеопса сделаны из песчаника который содержит много кварца гранит из которого сделана камера царя редкая лавовая порода состоящая более чем наполовину из кристаллического кварца а кварц уникальный минерал при сжатии или давлении он генерирует электричество благодаря пьезоэффекту кварц его кристаллы по действию механического напряжения когда земля дрожит кварц тоже будет колебаться он вызовет естественно электрический потенциал но тогда энергия в пирамиде будет вырабатываться только во время колебаний земной поверхности землетрясение в Египте редкое явление как же тогда древние электростанции могли постоянно давать то возможно ответить на этот вопрос поможет сама форма пирамиды их форма сама по себе она напоминает фокусирующую систему ну вот вы же знаете вот есть мегафоны в которые раньше там сейчас уже это история а раньше когда говорили в мегафон то или слушали вот когда надо то прикладывали к уху концентратор такой акустической энергии так вот пирамида она внешне напоминает концентратор сейсмической энергии имеется ввиду в первую очередь сейсмические шумы земная кора нестабильна в толще планеты постоянно идут процессы которые вызывают колебания академик хаврошкин провел эксперимент он решил проверить действительно ли пирамиды концентрируют сейсмическую энергию один сейсмический приемник регистрировал луновое поле а второй регистрировал на вершине этой пирамиды и мы получали увеличение амплитуды в несколько раз а при ударе при импульсном сигнале сейсмическом это даже несколько десятков раз оказалось пирамиды могут улавливать малейший импульс земли и многократно усиливать его и тогда сотни тонн кристаллического вещества должны постоянно находиться в движении и благодаря пьезоэффекту создавать ток однако по мнению академика хаврошкина этой энергии все же недостаточно чтобы назвать пирамиды электростанциями древних скорее всего для развитой процивилизации это были энергетические маяки которые позволяли ориентироваться во время путешествий по земле или даже в космосе но другие исследователи настаивают что раньше пирамиды могли давать больше энергии энергетические системы древности были повреждены во время так называемой войны богов бог не норту пришел в эту большую пирамиду хеопса во первых сбросили сверху пермедион вот эту вершину оттуда разбили разбилась она слетела здоровущая 9 метров высоты была нашлепка сколько она весила тонн где там я считал более 2000 тонн весом такой вот этот каменный осколок во вторых разбили множество кристаллов которые стояли в большой галерее в третьих разрушили припирамидальные храмы по мнению исследователей отдельная пирамида это лишь часть энергосистемы древности важно было все геометрия и материал храмов у их подножий формы и точность облицовки и даже обелиски загадочные монолитные колонны которые ставились посредине храмовых дворов они монолитные и вырезаны из одного цельного куска гранита и в этом граните присутствуют крошечные кусочки кристаллов эти обелиски вырезались из камня также для того чтобы поместить на них кристаллы причем частоту этих кристаллов можно было настроить как на хранение энергии так и на ее выделения обелиски могут представлять собой подобие антенн радио или телевизионных вышек они выпускали энергию в атмосферу но еще более ликовали инженеры исследователи пирамид когда обнаружилось что каждая древняя постройка имела непосредственный выход в воде каждая пирамида она могла работать только тогда когда под ней мог быть пропущен водный источник то есть с Нила забиралась вода проходила через верхний пирамидальный храм там стояла заслонка водяная водная и подавала воду под пирамиду с тем чтобы она снова пришла ушла в Нил ниже пирамида стояла вторая такая же такой храм пирамидальный там стояла вторая заслонка Вот когда две пирамидальные заслонки открыты, вода от пирамиды шла. Вода была проводником, который связывал в одну систему не только пирамиды Египта, но также все другие строения на берегу Нила. Так образуется мощная энергетическая цепь длиной в тысячи километров. Ее сила собиралась на вершине Великой пирамиды, где когда-то находился гигантский кристалл, так называемый пирамидион. Это был ключевой элемент конструкции. Еще у него есть возможность вращаться в разном направлении. Оказывается, эти потоки можно направить куда угодно. То есть лучи вот эти смерти, лучи оружия, поражающие лучи, можно направить тут же недалеко за 5, 10 или 200 километров. Но спасения от них нет. По подсчетам, сила системы пирамид превосходила суммарную мощность всех современных электростанций. Исследователи древних цивилизаций предполагают, что древняя технократическая цивилизация погибла из-за своего могущества. Были разрушены все ее энергосистемы. Я предположил, что на электростанции в Гизе просто произошел взрыв в результате какой-то катастрофы или катаклизма, которые уничтожили цивилизацию. Пирамиды — это памятники, дошедшие до нас от древней полумифической эпохи. И, возможно, их задача вовсе не в том, чтобы открыть нам секреты древних технологий, а наоборот, напомнить о тех опасностях, которыми грозит гонка за обладание все более мощными источниками энергии. Субтитры создавал DimaTorzok